Сегодня наша очередная среда, уже ставшая традиционной. Уже, наверное, мы немножко привыкли к тому, что мы собираемся здесь каждую неделю. И тема сегодняшнего вечера, сегодняшнего обсуждения касается языка. А именно, если говорить точнее, касается того, как умирают или как мы убиваем диалекты и малые языки. Эта тема окажется, с одной стороны, такой эпидемической, но сейчас мы увидим, что она касается каждого из нас, и нашего мировоззрения, и нашего мировоззрения. Но я сейчас представлю спикеров более подробно рассказать о том, о чем пойдет речь. Попрошу Ольгу Андрееву, автором материала «Сколько языков знает Россия». Да, и посидим по опыту о диалектах, где оба текста вышли на журнале, вероятно, мы их читали. Итак, у нас сегодня в гостях Александр Кибрик, доктор хеологических наук, профессор МГУ, член-корреспондент РАН. У нас сегодня в гостях Игорь Исаев, научный сотрудник отдела диалектологии и лингвистической географии Института русского языка имени Виноградова РАН. Ну, собственно, Ольга Андреева. Вот выбрался из пробки, мне рассказывает только Максим Крангаус. Мы даже не успели без вас начать. Максим Крангаус, профессор доктора хеологических наук, директор Института лингвистики РАН. Еще мы ожидаем одного гостя. Михаила Даниэля и Нина Добрушина. И Нина Добрушина, это сотрудники кафедры террористического рекламы. Террористские рекламы. У нас просто не все спикеры заявлены в нашем анонсе, оказалось больше гостей, чем мы ожидали сначала. Поэтому я даже не всех сейчас знаю, кто-то добавляется в последний момент. Это хорошо, это говорит о том, что наше мероприятие живое. Сюда приходят люди, как запланировано, так и спонтанно. А сейчас я передаю слово Ольге Андреевой. Она немножко подробнее ведет нас в курс дела и расскажет, о чем же был ее материал и о чем мы сегодня будем говорить. Ольга Андреева. Английский русскоязычному человеку. Национародный контекст, коммуникация, глобализм, трожьбарь. И на территории России, к сожалению, очень мало кто знает и понимает, зачем, кроме великого и могучего английского, нам нужны малые этнические территориальные исковые образования, которые в процессе нашей прекрасной универсальной глобализации медленно и тихо умирают на краю какого-то нашего дневного цивилизационного сознания, которое считает их такими неизбежными и трагическими жертвами глобального мира. Передо мной лежит статистика, обнародованная ЮНЕСКО в 2008 году. Статистика выглядит довольно душераздирающе. В мире существует 6700 языков. На 96% этого количества говорит только 4% населения Земли. До конца этого столетия доживут менее 50% этого количества. Из 150 языков, на которых разговаривают и которые реально существуют на территории России, под угрозой нескольких десятков. С диалектами ситуация еще хуже. Потому что если малые языки подлежат какой-то статистике и какому-то исчислению, то диалекты не исчисляются ни коим образом. И вот, собственно говоря, начиная этот вечер, мне бы очень хотелось поставить, вот как-то очертить проблемное поле нашего собрания. Давайте попробуем провести параллель между языковой и биологической эволюцией. Биологической эволюцией знал два типа умирания. Первые инвестиционные дожорства были динозавры, которые умерли, но в результате такого климатического форс-мажора вот так сложились обстоятельства. Развилась магната, упал метеорит. Не знаю, что случилось, но что-то такое катастрофическое случилось, что они вот взяли и умерли. На смену пришли млекопитающие и тут же радостно заселили землю не менее прекрасным биологическим разнообразием. Это с одной стороны. А с другой стороны, есть судьба сайгаков, которые были убиты просто в результате человеческой глупости. Вот в чем вопрос. Диалекты и малые языки мира — это динозавры или сайгаки. Они умирают, потому что они действительно являются жертвой катастрофически изменившихся условий мира, и они являются жертвой недальновидной социально-языковой политики. Мы пригласили наших спикеров, этих замечательных людей, которые посвятили жизнь. Исследование языков ровно для того, чтобы они помогли нам понять, что умирает вместе с языком и диалектом, что мы теряем, когда мы теряем язык или диалект. Ну, чтобы немножко было понятно, о чем мы говорим, я предлагаю сейчас сыграть в одну игру в зале. Ну, микрофон — странная вещь, я не знаю, насколько вы слышите мою речь. Как я говорю, я всю жизнь читала, что я говорю с правильным московским вполне интригентным произношением. Но он трехминутного разговора со специалистом диалектологом Игорем Исаевым был достаточно, чтобы он точно мне сказал, откуда я родом, и что моя речь вовсе даже никак не московская. Вот в эту игру я предлагаю нам сейчас с вами сыграть. Пожалуйста, поднимите руки, кто из вас имеет в прошлом, в анамнезе деревенское прошлое из регионов, где существовала своя диалектная речь. Ну, не диалектная, но... Ну, специфическая, по крайней мере. Кто родом из Москвы? Не из Москвы и не из городов. Вот из каких-то маркированных диалектной речью территорий. Ну, вот... Давайте мы попробуем провести такой следственный эксперимент. Вы, пожалуйста, запомните, вот, люди, которые подняли руки. Но мне все-таки хочется первым испытуемым назвать нашего прекрасного ведущего, Свету. Вот. И, во-первых, есть что сказать по этому поводу. Да, ну, спасибо. Моё, это высокое доверие. Я, на самом деле, только для этого в Москве. И отнюдь мой родной язык не русский, и Москва не родной регион. Я думаю, это слышно, и я никогда ничего не делала специально с тем, чтобы как-то это скрывать. Когда я приехала в Москву, стала здесь жить и работать, брат моего мужа сказал мне следующую вещь. Вот, Светочка, ты, конечно, умница. Может быть, даже мне стать красавицей. Видно, что девочка, ты умная. Но если ты не научишься нормально говорить, тебя на работу не возьмут в Москве. Я говорю, ох, знаешь, дорогой, а тебе не кажется, что я уже работаю? Ну, ты чё, давно. Нет, говорит, ну, ты понимаешь, я имею в виду нормальную работу. Я на тот момент работала в журнале «Огонёк». На мой взгляд, была нормальная работа. Я говорю, нет, ну, я понимаю, что если бы я хотела, наверное, быть диктором на телевидении или там играет роль княгиния Волконской в каком-нибудь театре, наверное, я бы обратилась к логопеду или ещё к кому-нибудь. И как бы, ну, исполняла бы, наверное, подгоняла бы свои вот эти вот диалектические звуки, столь ласкающие слух моим землякам и столь расражающие мужквичей. Но я решила ничего с этим не делать, и пока я всю эту тирану говорила, я давно и говорила, чтобы наш гость Игорь Исаев, так сказать, провёл следственный эксперимент и определила, с каких же краёв я переселила сюда. Вы знаете, здесь есть определённая загадка. Дело вот в чём. Любой диалектизолог анализирует речь по нескольким параметрам. Ну, значит, грамматика, морфология, фонетика, лексика, синтезис. Значит, морфология у вас вполне, что называется, стандартная. Ну, сейчас используется такой вот термин. А фонетика выдаёт вот такие черты. Ну, во-первых, то, что я заметил. К сожалению, того, что я услышал, очень мало для того, чтобы локализовать вас. Но я услышал несколько очень важных вещей, которые я знаю где встречаются. Значит, первое. Вы произносите слова типа «объявления» с предударным «А», который отражает ваше происхождение с территории, регистр развлечения классных поэтов, первым предударным остальным славянам. Это, как правило, если с севера, вернее, с запада на восток проявитесь, это с северо-псковская, ленинградская, новгородская, вологодская, кировская. Вот эта полоса. И плюс я услышал у вас ещё одну очень важную вещь, если говорить про русский говор, я не говорю про языки восточнославянские. Вот. И ещё одна очень важная вещь – это согласные… Там что в этих северных… Там оконья. Оконья, да. А то можно было понять, что там оконья. Там оконья. Развлечение поэтов, первых предударным остальных славянам. Это оконья называется в диалектологии. Вот. И ещё одна важная вещь, которая встречается в говорах вологодско-кировских, это не смягчение согласных, а пригласные переднего ряда. В этих говорах говорят «тец», «здесь» и прочее. Вот это очень важная черта, которая есть там. Вот это единственное, что я могу сказать, это территория от Вологда до Кирова, причём больше Волгда, вокруг Волгда и Кирова. Это всё, что я могу сказать, но я могу ошибиться. Я чувствовала себя как будто бы наставить диагноз того, чего. Вот в обыдке я еду в Украину. Я родилась на Петровске. Можете еще один номер? Вот я почему говорю, что я не говорю про восточнославянский, только говорю про русский язык. Дело в том, что эти черты известны украинскому языку. Здесь есть определённая хитрость. Оказалось, после некоторого сравнительного изучения, что русский северный говор и украинский язык даже на Афоне и Лельсике имеют очень много общего. Это были какие-то общие племена, расселившиеся в разные концы. И в них много общего. Ну, например, недавно обнаружилось, что в украинском языке есть слово «ночь», которое обозначает определённый вид посуды. То, что есть и русский северный говор, что до этого не было вот так актуально. А мы встретили в этом году в Коэтинской экспедиции. Много, но позже. Можно замечать. По вашей речи я не слышу, не войдёт специалист по говорам, диалектам, но по вашей речи вы заметили, что вы уже некоторое время живёте в Москве. Потому что употребление некоторых выражений было вполне московское, а по крайней мере, городское. На самом деле, вот, я не думаю, что Коэтин Петровский будет тоже летать сейчас в Москве. И вот тут я тоже могу ошибаться, но когда вы сказали, передавая диалог с мужем и знакомым, вы сказали, знаешь, дорогойки. Вот мне кажется, что это тоже не московское, чем Коэтин Петровский. Так что вы адаптировались. Спасибо. Я с заключением вздыхаю, наверное. Некоторые, да, этапы моего интегрирования хорошо и для любого происходят. Но давайте вернёмся в зал и были люди, которые подняли руки и которые как-то, может быть, хотят что-нибудь узнать о том, ухают, а не акают или произносят другие странные звуки. Кто же поднимал руки? Мы, кажется, напугали, да? Девятович, мы там же были. Вот, смелая девушка. Ну, прочитайте какой-нибудь... Смелая девушка. Ну, я на самом деле... Да, я на самом деле... Просто сразу оговорюсь, мне интересно немножко другое. Я всю жизнь прожила в Москве и в Москве родилась. Но у меня очень много родственников и предков и смешанные со всех странами и со всех частей России в том числе. Интересно, можно ли это услышать по моей речи? Потому что я выросла в определённой среде, на которой говорили на разных каких-то русских диалетах. То есть я прожила в Москве, но не знаю, насколько можно услышать, что моя бабушка и другая моя бабушка говорили не совсем по-московски. Вот, собственно, я, по-моему, уже достаточно сказала. Нет? Одно слово тоже. Вы начали свою речь словами «Я на самом деле...» Это тоже подаёт вас москвичку. «Я на самом деле родилась в Москве». Ну вы просто живёте в Москве, а не на самом деле. Это достаточно, чтобы там были. Вообще недостаточно для того, чтобы определить ваши корни. И это, знаете, это же не гадалка, это же научный факт, когда нужно услышать определённые вещи, чтобы понять. По вашей речи я могу только услышать то, что у вас очень открытые «А», которые не свойственны северу вообще. Ну, знаете, вот есть «А» обычно, а есть «А» широкое. Вот у вас широкое «А», которое очень часто встречается в Москве у выходцев из южно-морской среды. Вот, это очень часто встречается. Но это и всё, что я услышал, что было мало. А что касается родителей и предков, которые должны были отразиться на вашем произношении, это не всегда так и не всегда просто. Для этого надо, чтобы вы были активно воспринимающими речи старшего поколения. Это очень важное условие. И второе важное условие, чтобы вы долго находились под влиянием этих людей. Не просто приедать в гости, увидеть и уйти, а жить рядом с ними. Поэтому это единственное, что я услышал. Очень спасибо. Ну, на самом деле... Моя бабушка приехала в Москву из Тульской области, и я в большую часть детства прожила с ней. Поэтому, мне кажется, это могу как-то отразиться. Ваше спасибо. Да, я бы хотел сказать, что такой эксперимент, в общем, он не показателен и, конечно, затрудняет человека, которого в качестве эксперта выбираем. А вот я бы сказал про другое. Про ваш опыт тоже русского языка. Вот если человек говорит по-русски, но он одессит, вы можете это определить? По его речи? По каким параметрам речи? Ну, это возможно. По устойчивым выражениям каким-то. Да. Резаводизм. А? Резаводизм. Да, то есть еще. Прямо к свете. Еще есть интонация. Да, да, да. Интонация, вот сугубо, одесская интонация, она отличается от стандарта интонации и литературного русского языка. Ну, может быть, достаточно про этот эксперимент. Есть еще желающие? Да. Да, тогда давайте подвернем каракон и продолжим нашу беседу. Давайте для начала разберемся и, точнее, попросим Игоря, чтобы нам рассказал немножко о том, что такое вообще диалект, о чем мы говорим, когда мы обсуждаем о диалектах и малых языках. И перейдем к вопросу о малых языках. Я с вашего позволения это сделаю стоимо неприличнее видеть аудиторию студенческую, и мне проще видеть вас так, когда мне проще рассказывать. Но прежде чем начать разговор о том, что диалекты исчезают, я вам расскажу одну маленькую экспедиционную историю, которую я рассказываю студентам на лекции про диалектологию, и вот приведу вам ее в качестве такого эпиграфа. Есть одна широко известная, зафиксированная в диалектологическом адресе русского языка, я об этом скажу чуть позже. Диалектная черта – это употребление и причастие функции сказуемого. В литературном языке осталась одна такая черта – он выпивший. А в русских северо-западных и западных говорах это устойчивая черта, и причастие выступает функции сказуемого очень часто. Он пришел, там особые формы бывают, он выпивший, естественно, он сделавший, он узнавший, очень сохраненная черта. Однажды мы работали в Новгородской области, в Ливутинском районе, и часть нашей работы обычно приходится на детскую аудиторию, если есть такая возможность, чтобы посмотреть, что в речи детей есть, что в речи среднего поколения, что в речи стариков. Когда мы увидим динамическую синхронию, так называемую, как язык меняется в поколениях, то есть в настоящее время можно увидеть развитие языка, это называется динамическая синхрония. И вот в школе мы записывали речь китиклассников, которые рассказывали о своем лете. И вот один мальчик с огающим диалектом, кстати, украинский язык тоже огающий, говорит, «Марь Ивановна, я хорошо отдохну, я с отцом ездил, так мы там упавшись, мы там рыбоналовивши». И все выступают в таком вот ключе, рассказывают, как они замечательно провели это. Они на велосипеде покатавшись, все в порядке. Через некоторое время, когда закончился урок, мы подходим к учителю и спрашиваем, «Марь Ивановна, а вот скажите, пожалуйста, вот эта черта, где является частью функции сказуемого, это учитель русского языка, он покатавшись на велосипеде, она здесь устойчивая, она так краснеет сильно, опускает глаза вниз, и говорит, «Вы нас простите, не так привыкши». Это к вопросу об исчезновении диалектных черт, о том, что это происходит очень быстро, с получением образования. Вот я не буду ничего рассказывать дальше про то, как быстро исчезают диалекты, кроме одного. В 70-х годах в Саратовской школе диалектологии, там была очень мощная школа, в лице Баранниковой, Лидии Ивановной, было установлено, что диалект исчезнет очень быстро, потому что эпоха советская, потому что эпоха советская, всеобщее образование, полностью искоренит диалект, который тогда еще считался проклятым феодальным наследием. Ну, понятная установка. Так вот, с 70-х годов, когда было уже объявлено, что все это кончилось, прошло лет много. Я родился в 78-м, и сейчас, в 2011-м, я только что вернулся из экспедиции в Тверскую область, мы записываем потрясающий диалектный материал. Что же такое диалектный материал и диалекты? Откуда они взялись, и как к ним нужно относиться? Вообще, диалекты – это нормальное развитие любого языка. Не бывает языков, занимающих значительные пространства, ну, если это не группа из 20-25 человек, живущих всегда в одном месте, не бывает языков, в которых нет диалектов. Возникают сначала различия незначительные, которые превращаются в грамматические, фонетические, лексические, отдельные идиомы, которые со временем становятся языками. Так, как дата было с древнерусским языком, диалекты которого известны нам сейчас как русский, украинский, белорусский языки. Так было когда-то с общеславянским языком, диалекты которого нам известны, как западнославянские языки, восточнославянские и южнославянские. То есть, это нормальный путь развития любых языков. Увеличивается языковая общность, люди расселяются, и противоречия, заложенные в языке, они всегда есть. Ну, например, вот смотрите, родительные части выпить чаю и родительные общие чая. Например, я бы сейчас выпил чая, но кружечку чая бы выпить. Вот это вот двойственное поведение родительного падежа, это нарушение равновесия языка. Оно есть в любом языке. И эти колебания дают развитие отдельным идиомам, которые, они есть в фонетике, в мрафологии, в лексике, диалекты развиваются таким образом. А теперь к вопросу, что такое диалекты и как к ним относиться. Когда появилась новая эпоха с новыми установками в начале 20 века изменить старое, ну, или основание разрушить, а затем возвести новое здание государственное, возникла сложная языковая ситуация. Дело в том, что диалекты, и это неоспоримый факт, связан с феодальным состоянием языка. Диалекты образуются охотно и поддерживаются, развиваются тогда, когда общность людей закрыта. Феодальные границы, губернские границы, властные границы, которые христиане, принадлежащие хозяину, не пересекают, они живут в своем мире. И диалекты охотно сохраняются в этих условиях, развиваются. Так вот, возникла новая ситуация. Советская власть. И возникла новая задача. Управить феодальные наследия во многих вещах, в том числе в языке. Диалект — это прошлое, связанное с феодальным наследием, вне всяких сомнений. Нужно ли было строить единый репературный язык для государственной надобности? Да, нужно. Вопрос, как это делать? А вот ситуацию, которую я много раз наблюдал в экспедициях, и то, о чем я слышал много раз от старших диалектологов. Представьте себе, какой-нибудь вологодский мальчик приходит в школу. Ему 6-7 лет. Какой культурный багаж он приносит с собой в эти 6-7 лет в школу? А багаж его ограничен опытом его семьи. У него больше ничего нет. У него нет университетского образования, у него нет посещенных многократно театров, музеев и прочего. У него есть только опыт его семьи. И этот опыт семьи, в том числе и языковой. У него нет другого языка. И когда он приходит в школу, это то, что я наблюдал сейчас в современной уже России, учитель смотрит на него и говорит, ну, Ваня, расскажи, как лет? И вот он начинает рассказывать, так хорошо, провели, то с рукцом поговорили, хоть сколько раз уже ходили на рыбалку, так мы все это видели, мы все ловили, вот, она говорит, Ваня, Ваня, ну что ты поворачиваешь, как язык-то? Ну, ты же советский школьник, ну, как тебе несовестно? Ну, ты же должен говорить правильно? И вот вопрос, что должен думать мальчик Ваня, который оказался в этой ситуации, что язык его семьи плох, что культура его плоха, и все нужно переделывать сначала. Стоит ли вас спрашивать о появлении Иванов, не помнящих родства в таком случае? А ведь задача была простая, сказать, язык твой прекрасен, но мы учим единый язык для таких целей. Вот и все, что требует сгравить и общее впечатление о том, что такое директ и как к ним надо относиться. История с мальчиком Ваней из советского детства, она действительно такая вот очень картиночная и убедительная, но если говорить серьезно, ведь можно по-разному относиться к тому, что тебе делают замечания насчет произносимых и произносимых звуков, можно просто не реагировать на это, да, и считать глупой чушью и неразумностью какой-то. Но тем не менее есть некоторая социальная роль языка, да, в первую очередь, и человека воспринимают, если, например, он говорит как-то не так, неправильно, как малообразованного из деревни, зачастую, даже если у него прекрасное образование, вообще сик-пять и болту, он талантлив и умничка, да, ну вот он как-то болтает-такает, а не дай бог еще говорит шоу вместо чток. И тут пиши пропало, да, то есть, как-то я слышала, мне одна питерская барышня рассказала, что в Украине вообще один кинотеатр, и люди, которые приехали оттуда, по определению не могут вообще к какому-либо культурному наследию прикасываться в свою жизнь, просто, вот, физиологически. То есть, я к чему все это говорю, вопрос такой, ведь язык и диалект это еще и социальный статус получается некоторое. И советским детством это не ограничено, и сейчас действительно для того, чтобы подчеркнуть свою какую-то либо богемность, либо то, что человек вхож в какую-то академическую среду, либо что он вообще там, я с тобой одной крови, да, грубо говоря, нужно соответственно и диалектически, и фонетически подстраивать и менять свою речь в том числе. Что же поменялось в советского прошлого, почему мы до сих пор продолжаем уничтожать диалекты уже безукраски сверху государственные, а исходя просто из своих каких-то предопределений. Так я тут хотел бы немножко прокомментировать и добавить. Вообще говоря, вопрос вот о том, почему там исчезают диалекты, он все-таки не решается так однозначно. Все-таки вот мы знаем, что у нас имеется английский язык, а если вы вспомните пьесу соответствующую про с профессором Хиггинсом, то там оказывалось, что в Англии, в общем говоря, близкой к нам по современности, несмотря на всю глобализацию, тем не менее сохраняются диалекты. Просто вот в Великобритании вот с английским языком. Теперь, английский язык распространился, как вы знаете, во всем мире. но возникло определенное количество диалектов. Возник английский, американский вариант английского языка, но это не отдельный язык, вот как диалект, он все-таки бывает, были потребности, были обстоятельства, по которым надо было сохранить язык как целое, а тем не менее в нем идет развитие уже деления на диалекты. Конечно, австралийский, английский, ну и так далее. Но я об этом буду говорить вообще в более широком плане, когда буду говорить о том, каковы причины исчезновения языков. Тогда у меня вопрос, почему английский язык в своих разных вариациях и разных диалектах не пострадал от этих социальных установок, так как в русском языке, вот вопрос равный и к вам, и к вам, да? А в русском языке это все-таки ... Я сказал, что я когда буду говорить в целом про причины исчезновения языков, то там я об этом скажу. Сейчас вырывать это, потому что тут не одна мотив, мотивация может быть не одна, их много разных мотиваций удерживать язык, сохранять или исчезать. Спасибо большое. Просто хотела добавить к вопросу о международной связи с языками очень малкой территориальной языковой форме, что такая ситуация, как в России складывается сейчас, она далеко не везде существует. Например, в Германии на диалектах издаются газеты, журналы, там ведутся программы телевизионные на этих языках, на этих малых территориальных языках. И вполне нормальная ситуация, когда университетский профессор, выходя на три полно-международные конференции, может объявить о том, что он является уникальным носителем, уникального регионального диалекта и читает свою лекцию именно на этом диалекте немецкого языка. Это будет очень ценным элементом, штрихом к этой международной конференции, ему очень бурно похлопают. То же самое происходит в Японии, примерно то же самое, в Англии. Нет, судя по тому, как эта история развивается в международном контексте, нет какого-то неотменимого, неотменимой такой трагической поступки времени, который бы гарантированно уничтожал диалекты. в чем, где здесь секрет. Только что я вернулась, например, тоже из-за границы, из Казахстана. Мы были в диалектологической экспедиции на реке Братармии. это то, что в XVII веке считалось как такой ничтое земной рай, крестьянском земном рай, то, что называлось Беловодье, молочные реки, кисельные берега, вот это, собственно, река Бухтарма. Она сейчас протекает по территории Казахстана, восточного. Вся Бухтарма была освоена русскими старомляциями. Все, что построено, все, что там замахано, все, что там растет, все, это все создано русскими старомляческими переселенцами. Никакого диалекта, ни следов. Так бабушки на морщах, ворсинцах не могут что-то вспомнить. Никакого диалекта ни у стариков, ни у среднего поколения, ни у молодежи, ничего. Там вообще очень милая ситуация языковая. Вот сейчас это же Казахстан, в Казахстане только 30% казах разговаривает на казахском языке, который имен государственный. А к началу 90-х, когда они получили независимость, независимость, еще меньше народ разговаривал на казахском языке. И где-то в середине 90-х все филфаки были страшно переполнены, потому что условием карьерного роста для гражданина Казахстана стало знание государственного казахского языка, на котором этнические казахи практически никто не говорил. и сейчас сейчас эта ситуация продолжает развиваться в том же направлении. Условием карьерного роста является знание казахского языка. Это приводит в ужас всех и казахов, и русских, но тем не менее это так. А вот собственно может быть вопрос как раз с этим и связан, вопрос обживания перспективах диалектных и малых языков, насколько они встроены в некую социальную, в некую лестницу социальной эффективности. меняется ситуация государственная, меняется языковый акцент и почти погибший казахский язык начинает возрождаться и становится очень-очень востребованным государством. Я хочу напомнить, что у нас такой вот режим получается сейчас немножко лекционный, но вообще мы с этим боремся и без вашей помощи мы не сможем побороть эту проблему, поэтому какие-то вопросы в залы осуждения, может быть ваше мнение по поводу законнаблюдения, то, что вам хотелось бы здесь услышать, потому что очень интересные к нам пришли гости, которым можно напрямую задать вопрос. Если вы не будете проявлять активность и что-то спрашивать, то мы так и проговорим два часа. Микрофон к залу я передам сейчас. Пожалуйста, поднимайте руки, если есть какие-то вопросы. я хотел бы возразить коллеги о том, что существование диалектов является средством теодальной раздробленности. Вот на примере Европы мне кажется существование диалектов это признак устойчивого состояния граждан общества с развитым местным самоуправлением и с развитой местной инфраструктурой и, соответственно, развитой местной юбидидной структурой телевидения и радио. Ну вот, например, в Тольщин Германии в Баварии Баварское телевидение говорит на Баварском языке показывает свои программы. Бавар, Шерунфун говорят в радиопрограмме на Баварском языке и не остаются газеты. И вот жители Берлина говорят, что про Баварцев говорят как про иностранцев. То же самое даже на английском расстоянии от Берлина на Север. Все, наверное, помнят Стэну в фильме «17 мгновений весны», где Ширлиц и Тихонов говорят генералу Грицетка по генеральской гумии «Вы как Мехленборженс», поскольку вы не так говорите прозовь, вы прогладываете гласные, вы говорите прозовь, а мы Берлине за ним прозовь. Хотя Мехленборг «Берлине» у нас вот я очень удачный человек, потому что я снимал документальный фильм о русской глубинке на Волокончине на север-Сверской области и практически я много было снято материалов и мы не заметили диалектов ни у кого, абсолютно ни у кого. Хотя я бывал в Волокончине еще в начале 80-х годов приезжаешь в Волок и говорят совершенно на другом языке. Сейчас вот эта ситуация идет с 30-х годов со старинского режима и сейчас вот на последнем полное исчезновение 20 лет и это очень хорошо видно при обычных разговорах с людьми даже вот из крупных городов. Вот на проражающей выставке издончества я разговаривал с главным архитектором Нижегородской области и с руководителем департамента архитектуры. Главный архитектор ему около 30-ти чуть поменьше, а руководитель департамента архитектуры ему около 60-ти и совершенно разный. Вот он говорит на чисто тот, кто младше говорит на чисто московском абсолютно бездельно. А там сохраняется такая нижегородская и у меня друзья из Нижнего Новгорода которые живут в окрестности Таль-Авива вот так же такого же возраста 50-60 лет они все говорят по-русски на чистейшем нижегородской диабетике который сохраняется именно когда нет такого массового влияния вертикальной власти того прошлого на котором мы вот все спасибо большое есть удача моя ограничена лишь тем что отвечая на вторую часть вашего замечания мы не беседуем с главными архитекторами и главными районов мы берем исключительно глухую деревню есть традиционное население мы снимали фильмы в глубоких деревнях в Тверскоре и Вологодской я вас приглашаю с нами в следующем году в Тармске район Вологодской области вы услышите вещи которые были известны древнерусскому языку и до сих пор сохранились например развлечения не пяти глазных под ударением как в современном русском языке а синий где еще яйц сохранился так что это отличный материал и удача наша такая 4 раза 3-4 раза в год я выезжаю в экспедиции и мы привозим замечательный диалетный материал но для нас обязательно условия человек с минимальным образованием ну это понятно вот и желательно как можно меньше выезжавший из деревни тогда мы чистый эксперимент проводим городской житель конечно тут я с вами не могу не спорить никак возразить конечно городские жители вот мы ездили в этом году с вологодскими студентами и в общем я слышу что-то но понятно что это городские жители которые уже поистерлись их диалет как монетка затерся уже так слышно только специальным ухом вот а что касается развития и появления диалектов опять же я тут с вами не поспорю в современное состояние зиждется уже не на теодальном делении потому возникновение диалектов но вот возникли они еще в ту эпоху любые диалекты являются результатом деления языковой общности по разным причинам но прежде всего расселение которое поддерживается потом государственными или природными границами но бывает множество я думаю что мы об этом сегодня еще услышим я хочу немножко еще вернуть инициативу залу у меня есть один вопрос я хочу попросить чтобы каждый кто захочет что-то сказал об этом поводу зачем вообще как вы думаете нам нужны диалекты и малая инициативу 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 с проблемой вот такого языкового неравноправия с проблемой языкового какого-то как это сказать гонения социального неравности языков я не думаю что у меня в речи присутствуют какие-то очень интересные формы языковые но вообще-то я из маленького поселка на севере в Сибири и население этого поселка было всего тысячи человек и допустим учительница математики ну естественно там были этот поселок образовался только в 80-х годах прошлого века и естественно там были люди из разных регионов так допустим моя учительница русского языка она прожила полжизни в Таджикистане учительница математики она была татарка английского языка башкирка ну и как-то мне кажется это наложило какой-то отпечаток на мою речь может быть и собственно языковые гонения были ну и большие на меня но они присутствуют когда я приехал в Москву получать образование меня ну так шутили немножко надо мной например моим все равно они все равно и какими-то такими вещами и сейчас у меня уже речь поистерлась отвечая на первые первую часть вопроса хотел бы сказать что ну зачем нам нужны диалекты не то чтобы я как-то очень хорошо это понимаю но этим летом я был в Германии и общался на английском английский мой плохо вот и поэтому я использовал ограниченный запас слов и читал во время поездки книгу Леонова русский лес и там был такой шикарный диалект что я просто читал это во время поездки в немецком поезде и прям как-то гордость была за русский язык и просыпалась просто потому что там используется очень много диалектических форм деревенских спасибо простите Владимир Владимирович можно хороться вот разница между неправильной речью и диалектными элементами она насколько реальна и что она значит это 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 ощущается я не совсем понимаю что это спросим что такое правильная московская речь вот те диалекты которые те диалектные элементы которые вот говорил молодой человек говорил о свете который Игорь услышал в моей речи это признак неправильности к языковой или или что это такое насколько это может услышать только игорь игорь не является неправильностью это опытное ухо диалектовка допустимые особенности я я хочу сказать немножко про другое может быть про тощего иначе что в сайкаке умирает еще динозавр вымир уже и на что похоже умирание дисков и диалект он не другой потому что языки диалекции это культурный объект на наших глазах разрушение зданий поэтому это плохо когда умирает языки с одной стороны мы можем сказать что плохо иначе быть не может а языки идеалектов умирает по разным причинам среди этих причин есть общий закон обновления культуры и поэтому мне кажется что нет мы должны все сходить но я один пример самый известный не знаю здесь присутствующим но какие у нас примеры яркие возрождение языков самый яркий пример это возрождение древнееврейского языка ну да разные люди в этом участвовали но я одному из главных деятелей возрождения древнееврейского санкин замок это и 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 который начал возрождение ну там естественно были кружки учил сам преподавал но как он поступил в своей семье у него были дочка и сына дочку и сына начал обучать древней грейске на котором вообще никто не бывает и заставлял их дома говорить только на древнюю грейску и показал окружающим замечательный пример того как это древней начало со своей семьи но дочка и сын воспоминания написаны последствия примеря жукую мемкость папе который заставлял их учить язык на котором никто вокруг не говорил и даже у сына определенные психические поэтому благое дело отралась на два маленьких так что здесь надо всегда взвешивать что для нас ценнее ценнее для нас глобализация или сохранение античности и дальнейших запутности это не всегда противоречит друг другу и наверно есть в мире сегодня хорошие примеры когда люди владеют своим дариком прекрасно владеют и стандартным языком или как у нас в России предварительно такой дружище но не всем удаются иногда вступать в противоречие поэтому я бы считал что позиция должна быть в каком смысле взвешенной мы должны понимать в связи этой тенденция она отчасти обусловлено развитием всего мира отчасти политики и понятно что политика Сталина была одна а политика в современной группе совершенно другая и они направлены на разные истоки и политика Сталина была направлена на уничтожение диалект а политика современной Европы направлена на поддержку и не только диалект есть еще поддержка таких субь-языков подъездов разных важный меня с профессором который выйдет на телефон и получить некую порцию аплодисментов он может быть хорош но грубо говоря какого профессора больше не пригласить потому что ему это например и вообще говоря для каждого подъезда и для каждого диалекта есть своя сфера применения так сказать сфера уместности и даже по-русски не очень хорошо делать доклад на международном конгрессе хотя русский может признаваться рабочим языком но все говорят английский чтобы аудитория поняла а если говорят по-русски то половину станет придет поддержку русского языка здесь всегда есть выбор и это выбор и личный и общество и когда вы говорите мы уничтожаем диалект или мы должны поддерживать диалекты надо разобраться куда-то кимон это общество это отдельный человек я неделю второй назад был на свете молодых писателей конечно на родном вот это вопрос лично выбор и для поддержки возрождение возрождение языка или даже для сохранения борьбы за это нужно ощущение в разной степени в разном масштабном ощущении не сеанс оно есть у всех людей и поэтому мы уничтожаем диалекты или мы поддерживаем спасаем вот это мне кажется некорректно вы например утратили уничтожили ли вы диалекты нет это большой выбор вы переехали в Москву естественно здесь уместно говорить на спасибо большое спасибо огромное Максиму Алисимовичу это очень серьезное как бы очень серьезное замечание но вот здесь мне хочется сделать еще и встречное замечание что да никто не заставит человека нельзя сказать молодому человеку ну-ка говори на диалекте медленно ты пришел в хорошее место ну-ка говори на хорошем родном диалектном языке никто не сможет заставить и тельменов говорить на тельменском языке никто не сможет заставить жить в Кавказе говорить на тельменском языке надо чтобы они это захотели в ситуациях семейных частных, территориальных, родных и так далее. Надо, чтобы этот выбор они сделали. Но если мы создадим ситуацию, вот эта странная собирательная мы звучит, я не знаю, кто это делает, ну, некий дух языкового унитаризма. Если мы создадим ситуацию, когда это будет не, как это сказать, невыгодно, это не будет приветствоваться, это не будет здорово, тогда этого никто не захочет. Тогда мы точно уничтожим диалект. Сейчас в зале присутствует человек, это Михаил Даниэль, который является автором алфавита, автором и создателем алфавита арчивского языка, на котором разговаривают не более, чем тысячи человек. На Авказе. Может быть, вы пройдете сюда и вместе... Александр Винчич начнет. Я буду говорить. Да, да, спасибо. Да, если бы сядьте ближе, иначе нам трудно. Насколько я понимаю, история с арчивским языком, она как раз рассказывает о том, что именно молодое поколение арчивцев пытается изо всех сил возвратить свой родной язык. И мы передаем микрофон Александру Кирилловичу. Я не делал так, но мы поговорим. В 1991 году состоялся международный конгресс лингвистов. Происходило это в Канаде. Он был посвящен в первую очередь языкам, находящимся в опасности. И перед этим конгрессом готовились материалы по всем языкам мира. Ну и меня пригласили написать про языки бывшего СССР. Ну вот эта моя статья была опубликована, она очень многие языки переведена, была в рамках вот этого проекта. Ну и этот конгресс поставил перед лингвистикой такую задачу, что самая главная задача 21 века в лингвистике это документация малых исчезающих языков. Языков, находящихся в опасности. Вот так они это называют. Endangered languages. Вот. И изучались там и причины, по которым, вообще говоря, вот языки могут исчезать. Ну, во-первых, имеется довольно много разных параметров, по которым языки и языкам или благоприятствуют сохранение, или неблагоприятствуют сохранение. И поэтому в качестве единственной причины назвать нельзя. Это только есть более доминантные параметры, есть менее доминантные, но все они могут играть в разных ситуациях разную роль. Поэтому мы имеем на земном шаре вот такой калейдоскоп этих малых языков с точки зрения вот их опасности существования дальнейшего. Ну, вот тут приводилась цифра относительно того, сколько языков на земном шаре. Вы сказали 6700. Ну, вот это антинаучное. Это антинаучное высказывает. Там бы и ООН. А? Там бы и ООН. Это вот А что у меня ООН? Это что? Ученые ООН? Это ООН. Это ООН. Это Организация Объединенных Наций. Дело в том, что никто не может сказать сколько языков на земном шаре. Потому что очень количество языков оно между большом очень интервале можно посчитать только от 3000 языков до 7000 языков. И это зависит не от злой воли, а тех исследователей, которые делают это. И эта причина состоит в том, что непонятно, что значит вообще говоря язык. где мы имеем дело не с языком, а допустим с диалектом некоторого языка. Если языки хорошо описаны как русский, то тут конечно понятно, где диалект русский, а где литературный, такой государственный русский язык. А вот в таких ареалах обычно это сделать невозможно. кроме того, не все языки вообще говоря когда-либо посещались белым человеком, в том числе лингвистами. И там конечно определить сколько там в этой зоне языков или там диалектов языков в общем достаточно трудно. Есть несколько таких ареалов, например Папуа Новая Гвинея, где считается что порядка 800 языков на Новой Гвинеи. Папуа Новая Гвинея. Но внутренняя их структура частично уже известна, поскольку уже лингвисты этим могли заниматься, частично неизвестна. Есть такие этносы, которые не допускают к себе белого человека. У них есть стрелы, которыми можно спокойно избавиться от этих назойливых белых. И не говоря о том, чтобы еще и говорить с ними. Поэтому там очень тонкие методики. Это связано с документацией, как этим заниматься. численность этнической группы, во-первых, конечно, это один из параметров. При том, что тоже надо иметь в виду, что численность и это количество людей, относящих себя к некоторой этнической группе, к некоторому этному. И с другой стороны, это численность носителей соответствующего языка, как материнского языка. Конечно, может быть только в одну сторону увеличение. В одну сторону количества членов этнической группы, а вот знающих изм. И это первый параметр. Второй параметр, это что такое степень владения языком. Это вообще некоторые континуумы. владение языком, как мы владеем русским языком, а с другой стороны, это владение языком, который уже является серьезной опасностью находится. И вообще-то все языки можно было бы так метафорически говоря, разбить на здоровые языки. На одном полюсе, а на другом полюсе какие? Мертвые. Мертвые языки это же тоже языки, тоже лингвисты ими занимаются. Но это уже языки, на которых никто не говорит уже, но тем не менее, если сохранились некоторые памятники, то многое можно восстановить в том, как был устроен этот язык. Ну вот, а среди живых языков языки могут быть здоровые и больные. Здоровые языки это вот типа русского языка, которым, если что-нибудь грозит, то в последнюю очередь. А с другой стороны больные. И больные могут быть тоже разной степени. Есть больные такие хворающие больные. Сегодня болен, завтра здоров это от начала. Могут быть наоборот больные, когда какая-то хроническая болезнь. Можете привести какой-нибудь пример? Больного языка хронический и который чуть-чуть прихворнул. Ну, такого легче больного чем-то хронический и уфарного что-то. Да, больных много. Но дело в том, что они в разной степени бывают больными. Иметь в России, да? Чтобы было понятно просто о чем мы говорим. Я боюсь, если мы сейчас будем приводить примеры сильно больных языков, то может быть не знакомы с их названиями. Скажем сильно больные языки это близкие родственники ненцев наверное все знают. Это не немцы, ненцы. А есть ближайшие родственники северной самодельской языки, северная группа, это эйницкий и нганасанский языки. И вот они действительно находятся видимо если пользоваться метафорой развивать ту метафору которую Александр Евгеньевич ввел так сказать на смертном адре. То есть уже видимо прошли этап возврата возможного хотя как мы видим из истории с ивритом не очень понятно что такое пройти этап назад но все-таки иврита была база с которой можно было начинать восьминной традиции а нганасанского или венецкого языка таких мощных традиций книжных нет поэтому скорее всего этим языкам уже нельзя помочь а прихворнувшие ну вообще говорят если так серьезно то большинство языков на территории России находящиеся они так слегка прихворнули но татарский может меньше прихворнул а немецкий больше прихворнул у меня тогда еще один уточняющий вопрос есть какая-то предварительная симптоматика по скорому в этой метафоре по которой можно понять что пока еще вроде бы ничего но скоро у этого языка могут случаться какие-то проблемы и осложнения если он больной то проблемы могут быть можно ли делать прогноз о том что теперь про прогноз возвращаемся к симптоматике а именно к параметрам о которых я начал говорить важный параметры это возрастные группы носителей языка для которых язык материнский язык это могут быть группы такие по возрасту могут быть 50 и более лет 30-50 лет средний возраст молодежь там 20-30 подростки 20-20 ну и 10 до 10 и вот на этом на этой шкале владение родным языком может быть очень различное может быть ровное может быть и различное то есть материнским вот этим владеют материнским языком это вот такой с полным с полной сохранностью этого языка если это ну 50-70 лет обычно это монолинговые носители никаких других языков не знающие так что с ними обстоит дело так но вот 30-50 лет тут уже происходит некоторые обычно понижение понижение знания языка и они уже может быть понимать все понимают хорошо но сами говорить гладкого коммуникативной деятельности не могут то есть чем моложе носитель родного языка тем как правило время углублен этот язык правильно а вот если когда уже начинается молодежи 20-30 лет и дальше идя 10-20 лет подростки то вот здесь ситуация очень конечно существенно может вагировать если они уже утратили свой язык то это что означает при нормальном течении обстоятельств они достигнут такого возраста что уже уйдут в другую плоскость в другой мир и все язык на этом и закончит свое существование очень интересно у меня вопрос поднимите пожалуйста руки кто знает больше одного языка и этот язык не английский французский или какой-нибудь европейский который выучили в школе 1 2 1 2 3 4 5 6 7 7 человек а можете пожалуйста сказать какой это язык очень интересно просто как представлено у нас сегодня татарский арабский чувашский славянский и сиропский славянский и сиропский болгаринский чувашский мне кажется выученные языки и первые языки да я имею ввиду первые родные оба родные чтобы были арабский русский нет татарский я попросила не тот который был выучен в школе не английский не немецкий а вот арабский как правильно арабский арабский тот язык который является родным а не тот который мы выучили в школе на противне а теперь арабский кто болгарский приехал из национальных территорий но языка не знает ну то есть у нас получается один на один как бы да молодой человек и вы у меня татарский русский родной оба 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 то есть ну вот значит у нас два к одному родной обычно говорят материнский язык что он получен в семье от человека который и и такой у вас был первый воспитатель обычно это бывает женщина а не мужчина мужчина много отсутствует и так далее так а у вас как было у меня у меня отец армянин мать наполовину армянка отец не армянин а мать наполовину армянка но родился в москве и обучался только на русском но между собой иногда говорят на армянском с самого детства я слышу и тот и другой язык и армянский не говорят на армянском нет со мной говорят на русском то есть вот тоже вот здесь это не вполне одинаковое владение ну вы знаете что вот так есть такая ситуация с языком сванский кто-нибудь слышу о такой языке сванский где он находится это северный Кавказ это южный Кавказ это за кавказским и кто это есть да но там есть плоскостная сванетия и горная сванетия которая уже является конечным пунктом грузинским ну вот мы там были в экспедиции и проводили некоторые социолингвистическое обследование людей которые вот с нами работали вот по звански дело в том что со званским языком была вот они подверглись как раз вот той ситуации депрессивного так сказать уничтожения родного языка и детей принудительно держали в интернате только на уикенды они могли приезжать разговаривать с бабушкой и с другой стороны их учили грузинским языком это вот и когда мы спрашиваем уже 17-18 летнего парня какой у тебя язык родной он вообще не может сказать и то родной и то родной понимаете оба язык и причем а тем не менее более точный ответ будет такой они не владеют вообще говоря никаким материнским языком потому что это и они так себя и чувствуют мы говорим они говорили вы знаете мы ущербные люди потому что мы не можем и мысль свою выразить ни на одном из этих языков достаточно такую сложную не понимать когда что-нибудь такое сложное говорится ни на одном из языков но считается что вот то есть материнский язык это некоторое мировоззрение которое человек получает изначально как картину мира с молоком матери это важно для формирования личности и чтобы там было два таких это равноправных конкурента это в общем достаточно трудно воспринимать если мать говорит на одном языке а отец на другом и ребенок с рождения слышит оба языка примерно в равной пропорции так называемые билинговые говорит ли это о том что у него две картины мира такие равнозначные и он может совершенно свободно перемещаться из одной этой картины мира ну да ну да там могут быть и картины мира близкие понимаете есть например такой огромный ареал земного шара пожалуйста вопрос да я просто громче говорить буду что вы имеете ввиду вы имеете ввиду с языком передается менталитет то есть допустим если я слышу два языка одновременно еще и менталитет передается ну конечно каждый язык конечно связан с определенным менталитетом потому что это язык носитель культуры и конечно тут и эта составляющая очень существенная культура вообще была бы невозможна без языка такая вот нематериальная культура изготовление то есть образ мысли способ передавать нежность способ ценность труда и прочее так что вот это теперь следующий параметр этнический состав брака то о чем тут говорили но наиболее благоприятное для сохранения языка это чистые браки когда и отец и мать вот имеют один и тот же материнский язык однако смешанные браки не всегда ведут к отмиранию технического языка это важно понимать например на кавказе есть генокцы и есть цезарь это два два этноса довольно небольших немножко по-разному там территориально организованных генокцы живут в одном только пункте так сказать это одноугольный язык а цезы живут так дисперсионно на некотором реале и ближайший там церский язык это церский язык это находится в так называемом вселенной гидерон ну так вот удивительно то что геновцы которые всего 200 человек на земном шаре они сохраняют устойчивый устойчиво сохраняют свой язык ну там действуют и другие параметры не только численность а вот ну и надо сказать что удивительные факты рассказывали рассказывал американский исследователь вор который изучал языки океании это понимаете огромная территория это несколько тысяч километров и все это острова очень огромное количество островов и все они относятся к одной группе к австронезийским языкам и очень они близки друг другу но браки там кстати у геновцев я не сказал у геновцев хотя браки такие поскольку их всего 200 там геновцы не могут мужчины парни брать в жены женщин геновцев так сказать носителей а только другого близкого но другого языка и то же самое вот и это способствует и там свои правила как происходит и наоборот а женщина уходят обязательно тоже выходят замуж за носителей других там живут ну вот такая бывает ситуация и тем не менее вот при смешанном браке сохраняется геновский язык теперь вот в океане там на этих островах тоже такой же закон нельзя жениться или выходить замуж за представителя твоего острова с твоим так сказать языком или диалектом но это ведь связано не с языком скорее всего нельзя выходить потому что жениться не за человека который говорит на твоем языке а вероятно это связано с близкими русскими связями ну конечно потому что маленькие ну и конечно там на каждом острове мало мало так сказать людей проживает магническая группа маленькая но тем не менее вот там все сбалансировано вот так устроено они уже адаптировали так все свои взаимоотношения муж и жена что ничего не происходит на них нет никто не считает у меня тоже есть такой пример про смешанные братья однажды я брала интервью у индийского посла киевского посольства у него жена тоже работает в миссии оба международники и они оба известен из разных регионов и они друг друга не понимают они в семье говорят только на английском потому что эти наречия настолько различны что они совершенно не понимают друг друга более того их дети знают только английский язык да ну вот теперь я все параметры не буду очень приводить короче скажу есть важный очень параметр это национальное самосознание или этническое самосознание те этносы для которых которые понимают свою особость от всех других людей на земном шаре и ценят это они способны сохранять язык достаточно долго а те этносы в которых это распалось и нет национального самосознания об этом тут неоднократно как говорилось по частям то ситуация другая дальше преподавание языков да какое национальное самосознание может быть у человека которого с рождения окружают какое самосознание может быть у человека национальное которого с рождения окружают два языка если ну мой исторический язык допустим армянский окружают меня люди которые родились в Москве и люди русскоязычные более того я добавлю прочему вопросу с вашим позволением что есть еще социальная составляющая о которой мы говорили когда при всем хорошо говорить на чистом да еще и московском русском языке это вот параметр социально-общественная форма существования языка вот мы кстати сегодня на нашем занятии обсуждали со студентами первокурсниками эти проблемы очень очень это вопрос мне кажется хороший здесь можно это по-моему хороший повернулся к тому что обмену вопросом между Максимом Анисимовичем и Ольгой потому что Максим Анисимович сказал что можем ли мы ну я сейчас не повторю модель насильно насильно заставлять людей говорить на том языке о котором они говорят а Ольга сказал вещь которая на самом деле довольно сложная мы не умеем мне кажется ну то есть я не умею мне отвечать мне кажется что я не уверен что мы знаем ответ вообще в целом там вот а именно можем ли мы создать такую ситуацию при которой контрагент наш носитель диалекта и на языках захочет говорить на этом языке они влияют на эту ситуацию и тут нужно по-моему понимать что это вот как раз то о чем сейчас речь что язык можно в каком-то смысле сомнить с традиционной одеждой язык с точки зрения не лингвистики не с той точки зрения как мы ее изучаем как мы его изучаем и занимаемся описанием его а с точки зрения роли которую он играет в обществе он в первую очередь является маркером свой-чужой он обозначает тебя как группу отлично открыли в ту секунду когда я прошу прощения не с начала был может максимонистич это уже сказал потому что это такие азы социолингвистики они никого не прозвучают в том или ином виде в ту секунду когда твоя не то чтобы тут как причины социальной цели в обратную сторону повернут когда у тебя утрачивается социальная этническая идентичность максимум которая влияет в твой язык тебе уже и язык становится как бы не нужен ты переходишь с языка на глобальный язык тогда когда тебе перестает быть нужно хотеться интересно отличаться от других и вопрос как повлиять залезть человеку в мозг и сказать ты теперь хочешь отличаться обратно от других так как ты раньше отличался ну не можем а просто можем ли мы сформировать такую социальную среду и ситуацию в которой в которой у него произойдет обратный так сказать вообще глобализованная ситуация она сводится к тому и там не престижны можно говорить что все что угодно просто вот как бы самосознание людей утрачивается они постепенно плывут в сторону крупного языка есть есть редкие ситуации там вот ревитализация ивлита или еще были ну как я ее знаю довольно понятно ситуация с амским языком один из директор который был на грани умирания уже перешел умирание а потом снова был ревитализирован и там была ситуация между прочим совершенно другая не то что мы создавали такую общественную ситуацию то есть не мы афины которые самым было приятно снова себя осознать самыми наоборот государство так сказать ну государство корпорации попытались напасть на их территории традиционного проживания не воспользоваться ими и на этом месте на месте давления наоборот у самов снова начало появляться вот эта идентичная противопоставленность их самов другим финам и на этом месте произошла ревитализация самского языка который привел данного самского языка не один язык а много языков вот этого самского языка который привел к тому что сейчас диссертации на нем не про него а на нем вот то есть видимо видимо бывают такие изменения социальной ситуации когда людям становится почему-то снова интересно ощущать себя не в ритмической группы и поэтому говорить на этом языке человеку очень трудно на самом деле ощущать себя другим чем окружающие не имея для этого языковых мартов и хороший пример для этого профессиональные жаргоны тоже известно почему появляются профессиональные жаргоны не потому что нам удобно короче говорить то что можно сказать длиннее а ровно так для того чтобы узнавать друг друга и отличаться от других программический жаргон его основное функциональное содержание точно такое же в этом смысле ничем не отличается ситуация с диалектом который мы обсуждали ситуация с профессиональным жаргоном и ситуация с малым языком вот но ответить на вопрос на ваш вопрос можно ли мы сделать что-то для того чтобы этим людям захотелось снова ощутить себя арчинцами или лязанцами впрочем нет я лязанцами не буду говорить и искажать диалект потому что я не знаю как он устроен или самыми мы просто не знаем мы знаем иногда что что-то вдруг это может содействовать с арчинцами не так на самом деле история устроена как вы ее анонсировали в начале там никто собственно не возбудился от вида того что лингвисты приехали изучают арчинский язык и не то что захотелось снова быть арчинцами там другая ситуация была но во всяком случае небольшое влияние того что скажем мы показали текст на ранее бесписьменном арчинском языке который сейчас записан некоторому алфавиту некоторую аппарату который Александр Евгеньевич не ввел для них нет вклад в укреплении их этничности их самосознание это внесло а достаточно ли вклад для того чтобы через 10 лет через 20 лет как сейчас происходит не пришло размывание арчинского языка более крупных глобализации думаю что отдельно это конечно не достаточно а что мы можем сделать для этого никто вообще говоря не знает я не знаю может кто-то из присутствующих знает какие-то так сказать это мы говорили потому что все-таки бывают больные здоровые и мертвые а лечить их не умеют на самом деле ну так теперь значит еще пожалуйста пожалуйста я очень гордко скажу извините все мне что сказал правильно про самосознание которое возникает неизвестно откуда как правило возникает оно впрочем теперь это перенится называть человеческий фактор оно возникает из человека возникает некий сумасшедший который ощущается миссии чаще всего такие поэтому можно сколько угодно говорить про общество конечно потому что есть еще будет говорить и целая шкала критерия в котором оценивается в частности есть вещи которые очень сильно зависит от государства например на каком языке радиостанция на этом языке и так далее понятно что создать телевидение на языке невозможна так работает очень гитерий я закончу проект и дед плавает вокруг и тихих и говорит ну что подумай сколько кит плавает вокруг и тихих и и подумай сколько миллионов людей думают о том чтобы спасти титул чтобы спасти нашим уголовным сколько тысяч международных организаций думает о том чтобы спасти сколько нобелевских хауриатов думают о том чтобы спасти титул вот пока китиха не захочет то спасти из них невозможно потому что спасение в смысле лингвистическому это просто документирование языка это не спасибо вот я прошу прощения вы должны бежать поэтому я думаю фривольным анекдотом спасибо большое за одну минутку я прошу прощения у нас два вопроса в зале руки уже давно подняты наверное затекли к этому давайте мы послушаем что интересует наших слушателей здравствуйте меня зовут Ксения я из Калининграда и как валица Калининград бывшая Бруссия и у нас очень болезненно стоит не у нас у немцев скорее которые имеют к нам очень много вопросов при дизайне на данный момент они недовольны тем что исчез русский диалект на данный момент не существует ни одного носителя этого языка насколько возможно устанавливать этот язык нужно ли и и какие механизмы должны работать ну понимаете а что вы вообще видите под прусским это прусский диалект в смысле то что он на косе или немецкий или это прусский язык это чистый прусский язык прусский язык давно умер и не имеет отношение к немцам это это балтийский язык ну это скорее наверное вопрос политики сейчас потому что это примерно то же самое что пытаться возразить русский язык но не в тех временных масштабах но все таки он очень давно умер немцы к нам не могут иметь претензии по-моему смерти прусского языка наверное имеется ввиду прусский диалект немецкого языка то что как бы в Пруссии ну я не знаю там были сильные отличия не в пруссии говорят сейчас что есть на самом деле много панченков прусского прусского языка которые нужно изучать но фактически нет человека который владел этим языком ну соответственно этим никто и не занимается не занимался а нет хорошо спасибо еще один вопрос передайте пожалуйста за тем что спасибо у меня просто возникли некие комментарии во-первых вопрос к Атуру в первую очередь Атур ты спрашивал кем тебе себя считать а кем сам ты себя считаешь как ты думаешь кто это я больше себя считаю русским нежели армянином потому что окружают меня русскоязычные люди хочешь хочешь я решить твою проблему это не особо проблема нет говори я россиянин я живу в России я вообще привык не разделять людей на нации так что я россиянин я живу в России это моя нация вот а второе собственно есть много теории национализма ну самая первая с которой я сталкивалась описана в книге Бенедикта Андерсона воображаемое сообщество и там Бенедикт Андерсон говорит что допустим до скажем 18 века ну да примерно не было не существовало никаких никакого термина национализм в мире и потом когда появились огромные мигрантские колонии в Америках собственно они стали чувствовать себя уже не европейцами но уже кем-то другим понятно колонизмами и тогда они стали бороться за свою независимость и они стали нациями вот собственно здесь произошел нет это не вопрос это комментарий здесь произошел такой слаб языков то есть им все равно у них есть главный язык и он стал для них родным как значит как родным в государстве в котором они живут так что мне кажется что дискуссия по поводу умирающих языков она ну мы все допустим я социальный антрополог да мы пытаемся сохранить культуру мы пытаемся не сохранить а зафиксировать вы пытаетесь лингвистов вы пытаетесь зафиксировать языки но процесс идет своим чередом и сейчас в мире глобализм все люди стремятся к чему-то все люди стремятся говорить там на одном языке все люди малые языки они исчезнут если не будет визиру которые будут хотеть сохранить свой народ спасибо именно об этом вот сказал Максим потому что это момент личностный и вопрос хороших кадров но у нас еще один был вопрос из зала и да пожалуйста я призываю вас более ёмко и кратко формулировать то что вы хотите сказать потому что у нас есть некоторый рекламент и время наше подходит чтобы мы успели завершить то что мы хотим сказать не вопрос даже а комментарий по поводу культивирования малых языков вот когда в 20-30-е годы придумывались письменности алфавиты для малых языков и фактически придумывались языки вот такая ситуация произошла с башкирским языком например который фактически является диалектом и отличается только некоторыми фонетическими особенностями но когда была придумана и фактически это было политическое решение иначе прислось бы создавать татарскую автономию в размерах казанского ханского как это было во времена и когда был придуман башкирская письменность башкирская автономия была в пределах очень маленькой гордой части от магнитогорска до старитамака потом эта территория увеличилась в пять раз и фактически этот язык был навязан всему населению то есть все о чем говорили сейчас вывески радио телевидение и последние годы особенно в постсоветское время когда стал снициироваться национализм уже на государственном уровне особенно это было во времена президентства Муртаза Рахимова татарские школы и людей заставляли изучать язык на котором в этом огромном регионе практически никто не говорит может быть десятая или пятая часть населения и в переписи тоже самое было то есть людей приходят и автоматически ставят если не русская фамилия ставят галочку родной язык башкирский такие вот я много писал об этом в период предвыборной кампании и много очень много фактов было об этом и закрывались татарские радиостанции то есть уже когда культивация такого искусственного создания малого языка уходит на государственный уровень то здесь уже возникают такие вопросы у нас пока существует несколько тезисов у нас существует тезис с которого мы начали о том что диалекты и малые языки исчезают у нас стал вопрос о том как создать такие условия чтобы представители малых этнических групп или носители родного нерусского языка имели какую-то мотивацию сохранять свой язык и тезис о том что все-таки глобализация победит все и всех плюс некоторая социальная роль языка пока вот наша дискуссия светочена вокруг этого но я возвращаю микрофон Александру Киприку да ну в общем тут понимаете я бы не хотел двигаться по кругу потому что я уже сказал что глобализация это не один параметр а один из параметров поэтому при наличии глобализации вполне может и существовать довольно большое количество языков в общем в принципе больных и теперь вот говорилось о том что нельзя заставить людей ну начать говорить на своем там диалекте на своем языке ситуация немножко и другая когда языком уже дети и подростки не владеют не знают просто родного языка они у них нет желания такие желания и другие желания так же как но за них решают родители и у родителей более старшего поколения вот так от 30 до 50 лет часто возникает желание ностальгия по своему языку в котором они не владеют и они хотят чтобы ревитализировать этот свой язык на уже не с ними а с детьми которые будут этим заниматься и вот такого рода процессы ревитализации они достаточно распространены на разных интелентах но тут есть такая проблема конечно хорошим тоже пара фактором сохранения языков это преподавание в школе родного языка все было бы очень хорошо все было бы очень хорошо если бы не то что благие намерения выстилают дорогу в ад наше вот тоже государственная политика связана была с тем вот уже восьмидесятые годы чтобы начать преподавать изучение родного языка в школе но пусть даже это и дети вообще говоря знают свой родной язык все они знают но у старшего поколения которое как бы лишилось этого языка они хотят чтобы язык продолжался в других потомках ну вот ну вот у нас с тем же алютерским языком ввели преподавание алютерского языка в школе как родного но учебник это не по алютерскому языку а по этому по калярскому языку и они говорят как мы можем какой же это это не наш язык но говорят на учебник есть только такой так что будьте добры в школе изучайте вот свой родной язык на самом деле горят это вообще похоже на анекдот в этой ситуации она такая смешанная на крайне абсурда да то есть понимаете на самом деле нужно создание букварей не только по всем языкам таким словом но и по диалектам потому что на самом деле в каждом конкретном диалекте есть говоры и говоры могут отличаться друг от друга и в этой ситуации обычно нет престижного ковара или диалекта и в этой ситуации каждому ковару так сказать идиому должно быть дано да учебник именно про его родной язык давайте еще раз протестируем зал уже вот конец последний вопрос залу и мы вынуждены завершать нашу встречу к сожалению вопрос такой вот были подняты руки участников которые знают второй язык свой родной у меня такой вопрос вы хотели бы первое материнский вы меня очень верно поправили хотели бы вы чтобы ваши дети в школе изучали этот материнский родной язык и отдали бы вы ребенка в такую школу с каким-то специализированным уклоном чтобы кроме русского английского как положено он еще освоил свой родной язык который может быть был утрачен поднимите руки кто бы хотел кто бы не хотел просто ну вот интересно температуру среднюю в Америке что бы он позже выучил ну вот например ваш ребенок представьте себе гипотетически идет в первый класс и у вас есть возможность отдать его там может быть не в школу а в класс специально в рамках этой школы которая будет ведет углубленное изучение в вашем случае армянского языка ну там кроме того что может быть ездят бабушки или прабабушки он еще вот в школе ну просто следует учитывать что это большая нагрузка учить русский английский да я об этом задаю вопрос хотите выучить чтобы ваш ребенок включил в школе армянский язык кроме того армянский язык имеет несколько диалектов а там еще опять и говорим поэтому есть какие это диалекты нет ну армянский язык один из самых на территории бывшего СНГ один из самых диверсифицированных в смысле диалектов очень богатый диалектов не говоря о том я прошу поднять руки тех кто хотел бы чтобы их дети изучали родные материнские языки в школе один кто бы не хотел по разным причинам но не надо один то есть один и один я бы хотел но не в школе спрашивайте в рамках школы в любом случае сталкиваемся сейчас сомнением когда родители считают что это дополнительная нагрузка и что это тяжело и я в общем встречала это мнение потому что я училась в украинской школе и ряд случаев известно когда человека освобождали от украинского языка по состоянию здоровья у меня у подружки было слабое сердце поэтому она не изучала украинские а то есть культура она освобождена при этом не была вот чтобы для завершения того что хотел бы сказать мы хотим показать несколько картинок несколько слайдов вот документации наше дело в том что ну я лично руководил более чем сорока экспедициями в разных регионах России а сейчас это и другие уже страны типа Грузии Абхазии или там ну это наш замечательный фонетист Сандро Кадзасак который всегда отвечает именно за фонетическую сторону фиксации языка и надо сказать он один из ведущих фонетистов в мире но это его идея рождения так что он в этом да пожалуйста дальше ну вот это мы с ним же находимся в Хиналуке в 70-м году там нет электричества никаких электроплит там невозможно иметь поэтому мы берем с собой пневмус шмель вы уже наверное не знаете что это такое и вот заправляем бензином который там тоже очень трудно достать ну здесь вот я тоже это 67-й год вот в среде надо выехать на плоскости зарчи и вот навстречу идет стадо пока стадо не пройдет машины двигаться не могут разговаривать бесполезно хоть на английском хоть на русском да вот я тут вышел и попозировался среди этих овечек да ну вот это тоже не наук но уже современный тут вот мы живем уже не в школе а в доме вот этого замечательного человека там тыга который является носителем телорусского языка у него ребенок заболел нужно делать углы я выступаю здесь в роли уже медсестры вот я вот видите так готовлю иглу так чтобы все было хорошо здесь вот такое это вот мы с это наук это архив это архив это уже в архиве это уже в архиве это это по-моему это по-моему это вот в архиве мы тут изучаем окрестности просто это дом который стоит на вершине склона и с него очень хорошо видно все селение вниз да обнимать ну вот это шестьдесят седьмой год это еще наша первая экспедиция я изучаю на гадыкане это место где собираются мужчины и произвожу работу с носителями этого языка коварского вот очень такая говорительная общаются всеми на русском они знают ну понимаете как раз ворчи в то время вообще говорят вообще никто не говорил по-русски плохо очень нам просто к нашему счастью оказалось что там в это время был студент первого курса филологического факультета дагестанского университета саморчинец саморчинец он надо сказать хотя вот только год уехал на плоскость он прекрасно я говорил по-русски мы его потом его судьба дальше была достаточно тоже интересно мы договорились между векторами что чтобы он приехал московский университет учиться на русскую камеру вот он ее кончил потом защитил диплом потом написал диссертацию под моим руководством и уехал к себе вот назад и сейчас он в тагестанском университете заведует кафедрой вот так ну вот это мы на Памире с одной стороны вот это я это типичная поза таких культур где нет табулета ничего просто вот все на полу сидят и второе это демьянков наш он сейчас замдиректор на месте тут же есть знания вот тут пьем чай и что-то с чем-то ну вот это Камчатка это вот Сандро и вот это я мы такие молодые заросшие небритые и полный энтузиазм несмотря на то посмотрите сколько комаров вот это все на одежде это комары скажите а вот то есть это речь идет о середине шестидесятых годов ну вот это Камчатка это семьдесят первый год надо сказать что это за первые пять лет я я стремился к тому чтобы сделать экспедиции ну вывести их на более высокие научные уровни для этого мне надо было самому в разные языки в разные этнические разные вообще ареалы поедете мы за эти годы съездили в ряд пунктов потому что я написал учебник так сказать куполевой лингвистики а какую-то динамику вы можете отследить какую-то динамику с тех времен вы можете отследить меньше становится больше ну понимаете или примерно в общем примерно одинаково примерно так же да тут надо сказать что тут в принципе раньше был уезжали из селения только те кто с овцами выезжал так называемые ударные то есть зимой отгоняют овец на плоскость чтобы они могли выживать а летом от них пригоняют назад вот в горы травы много всего ну вот это типичный способ использования такого гужевого транспорта для перевозки своих груз ну вот это вот предыдущий кадр это уже опять камчатка вывенка лютерские наши занятия вот мы устраиваем такую экскурсию это поездку на шкуне такой маленькой по реке вывенка вот я тут рядом это никитина это крупный специалист по старообрядцам то она и язык старообрядцев изучает диалект в америке была и документация фольклора с это мы с работаем в поле в палатке это палатка вечером мы вот сидим и разбираем материал на карточках ящички и вот мы его изучаем прошу прощения а что за машина была слева за которой сандро работает это не машина это картотечный ящик да дальше ну это вот тоже группа памирская поехали дальше это у нас уже тоже памирская группа вот я и говорил еще дальше ну вот у нас были партии вот такие большие по 30-40 человек выезжало в поле делились они на группы было там группы вот это вот и с нами ездил замечательный шофер Газель это наши из Московского университета пригоряли вот так это короткохотцы у вас короткохотцы тут они заезжие короткохотцы они ездят в разные селения и вот тут была как раз когда мы жили в Тередале тут вот были было такое представление так ну тут это у нас а вот тут это примечательно тем что справа второй человек это англичанин вот тоже борода такой здоровый скрыл горб он вообще вот он с нами бывал в экспедиции дальше ну это еще другой вариант так нет еще да это даже такие разные что-то постоянно повторяется а это была поездка новая экспедиция да это у нас уже конец девяностых годов если вот такой есть гваринский язык мы вот тут это наша партия тех кто занимался телевизмом тут я работаю уже современный синолог и это фу это современный архип вот тут мы работаем с человеком который замечательно умеет наговаривать тексты которые ранее были собраны один из немногих людей которые активно умеют пользоваться активно много раз и письмином я такого устал письмином фото что она для нас умеет написывать тексты ей больше нет да так ну вот еще несколько кадров давайте дальше так ну вот дальше ну вот это тоже это уже у нас синолог современный вот я работаю с учителем проверяю тоже материал тут света нет вот такое освещение тут тоже беседы с нету непоправка человек с которым я беседую с антрогом дальше вот это его дом очень тоже типичный дом дальше ну вот идут все вместе из аптыков это вот кадр это есть такой населенный пилхаквари вот и там замечательный такой естественный источник в этом водопаде все бьют эту воду она лечит от многих болезней вот вот снова краю горбит и это последний кадр это Аляска это ну вот Андрей Кибрик воин сын он тоже боевой английской занимается но на Аляске вот и вот закат солнца гора священа таки бога спасибо большое спасибо